Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Специальное интервью» на Одинцовском телевидении. Не так давно в Одинцовской библиотеке номер один прошел круглый стол, посвященный обитанию безнадзорных животных в городе, в городской среде. Было очень много вопросов у организаторов к профессионалам, к врачам-ветеринарам и просто к медикам. И разговор этот остался, как мне показалось, незавершенным. Для того, чтобы поговорить еще раз на эту тему, пройтись по каким-то наиболее острым и проблемным вопросам, мы пригласили к нам в студию начальника территориального ветеринарного управления номер один Романа Юрьевича Андреева. Роман Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Я знаю, что вы не просто ветврач, вы человек, который разбирается в психологии животных, в частности, в психологии собак. И поэтому я думаю, что сегодня наши телезрители с вашей помощью получат очень много интересной информации. И так напомню, поводом для круглого стола, который собрала общественная палата Одинцовского городского округа, стал случай покуса человека безнадзорным животным, безнадзорной собакой. И именно поэтому вновь вспыхнул интерес к этой теме, к этой проблеме. Мне бы хотелось сейчас, чтобы вы и как руководитель территориального управления ветеринарного, и просто как ветеринар еще раз прошлись по вот этой теме, задав нам весь этот вектор сегодняшней беседы. Насколько серьезна эта проблема, насколько сложно ее, на ваш взгляд, решить в современных условиях? Ну, на самом деле существует эта проблема безнадзорных животных. Ее можно разделить как бы на два этапа. Значит, первый этап – это нужно приучать население к тому, что это население не состоит только лишь из одних людей. То есть, нас окружает еще и животный мир. В том числе это безнадзорные животные. Даже в центре города. Даже в центре города. Другое дело, второй вопрос, что численность этих животных необходимо ограничивать. Ну, вот как бы два основных базовых момента. То есть, агрессия животных не всегда связана с их психикой. Иногда это связано все-таки не совсем адекватным отношением человека к нему. То есть, боязнь, она под собой иногда не имеет ничего общего с тем животным, который проходит рядом и либо спокойно лежит. Да, я понимаю забоченность, конечно же. У нас ходят дети, и все-таки крупные собаки, они потенциально представляют опасность. Почему именно дети чаще других становятся объектом таких неприятностей, трагедии иногда даже, покусов? Они боятся собаки, чувствуют этот страх или что? Нет, дети как раз не чувствуют страха перед животным. А вот животные чувствуют страх перед человеком. Потому что, скорее всего, у этого животного был какой-то такой негативный опыт общения. Смотрите, даже вот этот отлов, который производится сейчас, отлов стерилизации, вакцинации, выпуск, все равно это наносит какую-то определенную психологическую травму непосредственно животному. Связанную с человеком? Да, связанную с человеком. А когда подходит маленький человек, ну, собака же видит, что это все равно человек, хоть и маленький. Сопоставляет силы, да? Да, она сопоставляет силы, она понимает, что она сильнее в данном случае. Но именно нападение как такового – это уже все-таки неадекватное животное. Что, да, там, залаять, там, зарычать, я согласен. Но тут же у нас с криком летят сразу мамочки, папочки. И вот тут уже может произойти самое ужасное. Потому что в данном случае это испуг животного, а во время испуга оно может нанести травму. То есть здесь надо спокойно к этому относиться, спокойно. Понимаете, это все-таки не дикий зверь. Это не лев и не тигр. Но даже если она там гавкнула или зарычала, и ребенок заплакал, это не надо там сразу кричать и, значит, не стись с палкой. Но это только хуже будет. То есть ситуацию может усугубить. Усугубит однозначно. Главный ветеринарный врач Одинцовской ветстанции Олег Анатольевич Калыгин на круглом столе сказал, что сейчас в Одинцовском городском округе около 15 тысяч привитых, чипированных и, ну, полностью соответствующих всем необходимым стандартам и нормам кошек и собак. Вот в нескольких словах об этой работе, насколько она обязательна, насколько все собаки должны быть чипированы, привиты и как этого добиться? Вот в этом направлении как ведется работа? Ну, здесь идет работа, опять же, по нескольким направлениям. То есть идет сообщение жителей о том, что они видят, что на нашей территории находятся собаки. Для того, чтобы это сделать более быстро, реакцию от звонка до выезда бригады, я предлагаю следующую схему – обращаться непосредственно в администрацию, либо к нам в ветслужбу, так как мы являемся, так сказать, кураторами всего этого направления. А что касается портала Добродел? Портал Добродел – это тоже, но это есть такой софт, портал Добродел, он хорошо работает, но я все-таки призываю уменьшить вот эти сроки, потому что, когда это проходит через определенную систему и проходит несколько там оповещений телефонов, звонков, время порой удлиняется. Потом все-таки этот интернет-ресурс, он может быть каким-то образом приторможен, заторможен, бывают какие-то технические тонкости, моменты. И вот здесь, чтобы снять вот эти нюансы, можно просто позвонить по телефону администрации, допустим, у нас есть ответственный человек, отдельно занимающийся этим вопросом. Телефоны мы покажем в течение нашего эфира, да, на экране. Да, то же самое. Эти люди у нас закреплены на каждой ветеринарной станции, в том числе Одинцовской ветеринарной станции, которые тоже сразу оперативно могут выехать и посмотреть, в чем же, собственно, состоит проблема. Что это за собаки, да, сколько? Агрессивная она, не агрессивная. Срочно нужно принять меры, или можно там день-два подождать. Понимаете? То есть, это делается в течение одного дня. Хотелось бы вот еще, Роман Юрьевич, чтобы вы подчеркнули, я думаю, развеяли некие опасения, что собаке в случае, если на нее обратили внимание там ветслужбы, ловчие администрации, что ей в принципе ее жизни ничего не угрожает. Я думаю, что здесь тоже необходимо людям эту информацию донести. Вы знаете, столько людей, зоозащитников, озабоченных сейчас этими вопросами. Открываются питомники частные, на частные инвестиции. Люди, волонтеры приходят, ухаживают за ними, кормят, пристраивают их в добрые руки. И, конечно же, этому животному ничего не грозит. В принципе, его только что, чипируют, привьют? Его чипируют, его вакцинируют, его стерилизуют, чтобы оно не производило себе подобных. Это неконтролируемая вот такая волна размножения не было. И выпускают в естественную среду, либо ее оставляют питомники, либо ее отдают в добрые руки. Я, конечно, более склонен тому, чтобы этих животных пристраивали в добрые руки. Потому что ни питомник, ни выпуск в окружающую среду меня до конца, как врача, как защитника животных в том числе, не устраивает. Вот питомники меня не устраивают. Ну, конечно, я понимаю, что питомники бывают разные. Там, где есть достаточное финансирование, там, на самом деле, это серьезная организация. Но там, где они живут на пожертвование, порой животные и голодают, и страдают, и болеют, и все что угодно. То же касается улицы. А кто там их кормит? А кто за ними смотрит? Ну, улица – это улица. Но там и возможен контакт. И с детьми в том числе. И там же вот контакт. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что этих животных, если и выпускать, то это по какой-то просьбе жителей, где есть ответственный человек, где он за ними смотрит, где он их кормит, ухаживает. И в случае каких-то недовольств, проявлений, он сообщает тут же в службу, что приехали, посмотрели собаку. Как оккупировали эти угрозы. Конечно. Потому что все равно это делать на освидетельствование, на ее психическую, так сказать, нормальность должен специалист. Роман Юрьевич, ну вот опять мы подходим к сложному вопросу взаимоотношений между самими, в первую очередь, жителями. То есть это практически чего не коснись. Кому-то нужны парковки, кто-то хочет здесь оставить газон. Кому-то кто-то кормит животных и собак, кто-то против того, чтобы они жили рядом с подъездами, рядом с многоквартирными домами. Вот здесь вы чью сторону примете? Знаете, если человек ответственный, и он понимает, как работать с животным, он знает, а не просто, знаете, проявляет такую любовь. Любовь, любовь в кавычках, понимаете, он прикармливает, создает вот этот рассадник животных, кошек, которые в том числе представляют ведь и биологическую опасность для населения, не только укусы. Укусы могут нести с собой заболевания, в том числе бешенство, либо какие-то инвазии, там, все что угодно. То есть, если человек понимает, не просто покормил, а он осознает свою ответственность, что он ответственный за это животное. За состояние его здоровья в том числе. Да, мы же ответственны за тех, кого мы приручили. Но мне кажется, таких людей не так и много. В основном речи это просто о кормлении. Возможно, возможно. И мы придем, наверное, к этому, что, может быть, какие-то курсы обучающие с людьми, кто непосредственно хочет заниматься. Ну, есть же у нас пенсионеры, есть люди, которые, на самом деле, искренне любят животных. Ну, просто обучающие курсы какие-то, среди них тренинги надо проводить. Говорить о том, что надо делать, а что делать не следует. Но эта система должна работать в комплексе. В нашей стране это начало. На Западе этим занимаются уже давно. И там это все отлажено. Мы можем, конечно же, взять с европейских стран вот этот опыт и применить его на законодательном уровне у нас. Пока у нас эта система начала работать. Да, с шероховатостями. Да, со сложностями. Да, у нас есть непонимание населения. Но это все-таки, я считаю, что непонимание какое-то и недоинформированность. Почему я и пришел на эту передачу, чтобы донести до населения, что не надо бояться этого. Ничего страшного здесь не произошло. Надо просто позвонить по телефону, приедут специалисты и посмотрят. Больные они, здоровые. Которые специалисты, которые несут ответственность. Да, конечно. Еще у меня вопрос такой. Насколько я понял, по результатам, по той информации, которая прозвучала на круглом столе, сейчас идет постоянное снижение и случаев зарегистрированного бешенства, и число покусов населения. Я понимаю, что это большая заслуга и ваших специалистов, и органов местного самоуправления. То есть, если можно, как это удается добиться? И что главное в этой работе? Какие дальнейшие шаги? В случае покусов это четкая работа служб по отлову стерилизации вакцинации. В случае бешенства здесь охват как можно большей территории, районов, городов, сел, деревень для вакцинации, профилактической против бешенства. Единственный способ защититься от бешенства – это проводить ежегодную вакцинацию. Какие-то события в ближайшее время будут в этом направлении? Вот буквально 1 августа у нас на улице Свободы, дом 2, состоится коллекторий, где будут приглашены общественные организации, зоозащитники, население. И в том числе основными инициаторами проведения этого коллектория – это администрация и ветеринарная служба. То есть, мы там будем представлены, у нас будет выездная бригада по бесплатной вакцинации против бешенства. То есть, это такой теоретический, практический сразу. Да, всех желающих. Кошек, собак, домашних питомцев. Пожалуйста, приглашаю всех приходить и вакцинировать животных. Мы там будем открыты, мы будем оказывать консультативные услуги, в том числе и по кормлению, и по содержанию. Там будут рассмотрены основные два вопроса. Это как раз безнадзорные животные и профилактика бешенства. Я, конечно, понимаю, что действительно вопрос безнадзорных, бездомных животных в городской среде очень серьезен. Но, очевидно, нельзя решать его как-то односторонне. То есть, здесь надо соблюдать и интересы все-таки проживающих людей на этой территории. И действительно, правильно вы сказали, интересы тех животных. Потому что мы, как говорится, в ответе за тех, кого приручили. Вот как, на ваш взгляд, сколько времени вообще потребуется? Вот в завершении нашей передачи такой некий обзорный такой месседж с вашей стороны. Сколько времени потребуется для того, чтобы как-то хотя бы нам приблизиться к цивилизованным нормам взаимоотношений на городской территории людей и животных? Знаете, в данном случае, я считаю, прогнозы давать ни к чему. Временем может потребоваться сколько угодно. Ну, основные позиции с учетом информирования населения, с учетом разъяснения работы непосредственно с уличкомами, со старшими по домам. Я думаю, мы все-таки эту работу с администрацией начали делать. Мы ее начали делать, в принципе, еще в прошлом году. Мы ее будем только расширять. Сколько нам потребуется времени, чтобы донести до каждого информацию, сказать сложно. Все-таки у нас очень много населения. И переговорить с каждым желающим, это, конечно же, реально. Но я думаю, что все-таки года два. Года два. Наверное. Ну что ж. Прогнозы – дело неблагодарное. В любом случае, Роман Ильич, я желаю вам успехов и вам, и вашим подчиненным в этом непростом деле. Понимание со стороны жителей, со стороны населения тоже вам этого желаю. Это очень важный момент, который тоже, очевидно, будет влиять на скорость приведения ситуации к норме, которая всех устраивает. Спасибо. Благодарю вас за то, что вы пригласили, за то, что вы дали такую площадку для того, чтобы рассказать об этой проблеме или об этом вопросе. Я надеюсь, что мы будем продуктивно сотрудничать и готовы, открыты для населения. Можете зайти на наш сайт, тервит управления номер один, где все наши адреса, все наши телефоны, где мы оказываем услуги, в том числе бесплатные, по вакцинации бешенства. Спасибо еще раз. Я напоминаю, что эта передача стала возможным, в том числе и благодаря поддержке Общественной палаты Одинцовского городского округа. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ.